Я всех приветствую вас на своем канале Техноманьяк. Я уже больше пары лет использую MacBook Air на процессоре M1 в качестве своего основного рабочего устройства. Я на нем пишу код, я на нем монтирую видеоролики, я обрабатываю фотографии, я занимаюсь на нем учебой, я на нем смотрю фильмы и даже играю в простенькие игрушки. То есть вся основная моя деятельность ведется на данном ноутбуке. И в этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, насколько вообще данная модель ноутбука актуальна в 2024 году и насколько она хорошо справляется с теми задачами, которые я возложил на данный ноутбук. Причиной для записи данного видеоролика послужило то, что компания Apple совсем недавно представила свои обновленные устройства MacBook Air на процессорах M3. И сразу же вместе со стартом продаж и анонсом данных устройств Apple убирает из продажи все ноутбуки с процессором M1. Сейчас их уже в официальных магазинах купить нельзя, то, что осталось на складах, можно до сих пор докупать во всех основных маркетплейсах. Но перед тем, как мы перейдем к тому, как себя ведет данный ноутбук в 2024 году, сразу же расскажу про его спецификации. У меня MacBook Air на процессоре M1, у него 16 гигабайт объединенной памяти и 512 гигабайт SSD. Версия операционной системы, которую я использую, это macOS Sohoma версия 14.3. Но перед тем, как мы продолжим, убедитесь, что ты поставил большой палец вверх под данным видеороликом, а также написал свой теплый комментарий. Все эти действия очень сильно помогают продвигать видео на YouTube, поэтому я буду очень рад, если ты это сделаешь. Также ты можешь подписаться на мой канал, здесь я рассказываю про программирование и технологии. Еще я завел страничку на Boosty с эксклюзивным контентом. Если ты хочешь поддержать выход новых видеороликов, то добро пожаловать на Boosty, оформляй любую подписку, мне будет очень приятно, и ты очень сильно поможешь моему каналу. Второй аспект, которого бы я хотел коснуться, это то, как данный ноутбук справляется с задачами по программированию и задачами по обучению. Два вопроса у меня эти активно связаны, потому что, как я уже говорил в своих прошлых роликах, я работаю в офисе, компания нам ноутбуки не выдает, и данный ноутбук у меня это именно как домашнее устройство, которое я использую для своих пэт-проектов, для написания сайта, для написания там телеграм-ботов. Я на данном ноутбуке прохожу всякие обучалки по-прежнему, поэтому именно с этой точки зрения я и буду вести свой рассказ. И именно для обучения данный ноутбук отлично, правда, подходит. Я считаю, что основная его именно функция и вообще большой такой плюс – это его автономность. Потому что, опять же, я проходил обучение, и до сих пор, вот когда прохожу какие-то курсы, у меня есть основная работа, на которой я сижу с 9 до 6. Сижу вот на таком стуле за столом, и вот не могу никуда уйти, потому что у меня стационарный компьютер. Я прихожу домой, и вот надо тоже что-то попроходить, какие-то задачи порешать, и опять садиться за стол, и сидеть там 2-3-4 часа вот в этой позе за столом совершенно неудобно. Поэтому, опять же, плюсы, которые дает ноутбук, это то, что мы можем его взять, отнести куда нам нужно, и там спокойненько заниматься, надев наушники, мы никому не мешаем, нам комфортно, классно, и вот это все. Тут же, опять же, можно сказать, что, ну, уйди туда, где есть зарядка, но это все равно какие-то ограничения. Именно когда мы учимся, совмещая с основным местом работы, я считаю, очень важно это комфорт, чтобы то место, где ты находился, было очень комфортным. Если тебе удобно учиться лежа на диване, и у тебя рядом с диваном нет розетки, то ты не будешь мучиться, потому что ты просто берешь ноут, ложишься, и вот ноут может у тебя работать 8 часов. Ты все равно столько времени после работы не проучишься, тебе нужен будет перерыв, ты просто выключаешь ноут, и тебе, опять же, заряда хватает еще на следующий день, а, возможно, еще и на следующий день. То есть, опять же, как я сказал, для обучения это очень классно. Также, если это выходной день, нам надо куда-то поехать, мы просто берем этот ноутбук, он супер маленький, супер компактный, супер легкий, просто берем его куда-то с собой, выдалась свободная минутка, мы его открываем, можем какие-то задачи порешать, какие-то упражнения поделать, потом закрыли и так далее. Опять же, этот ноутбук нам дарит мобильность, а я считаю, что это очень важный такой аспект, если мы говорим про обучение, которое мы совмещаем с работой. Поэтому именно для обучения, вот именно в таком формате, данный ноутбук подходит отлично. Что касательно его производительности для задач по программированию, именно с теми задачами, которые я сталкиваюсь, он справляется отлично. То есть, если мы говорим, опять же, про обучение, что мы проходим какой-нибудь курс, решаем какие-то задачи на Code Wars, у нас открыто миллион вкладок, мы что-то где-то гуглим, что-то где-то проверяем, у нас еще там два ролика на YouTube открыто. С этим всем он отлично справляется, у него никаких глюков, заминок не возникает совершенно. Что касательно непосредственно самого кода, запуска проектов, то опять же, вот сейчас я работаю активно над своим сайтом, я разрабатываю его на Astra, я выбрал все-таки этот фреймворк, и тоже никаких проблем нету, все запускается моментально, все изменения на сайте отображаются тоже моментально, которые я вношу в код. Таким образом, ноутбук живет достаточно долго от зарядки, я сам не замерял, но скажу так, я устану раньше, чем разрядится ноутбук. То есть, если ноутбук заряжен на 100%, вероятность того, что я буду сидеть там 8 часов, 7 часов писать код, я устану раньше и просто выключу, поэтому опять же, ноутбук проживает это время. Третий аспект, про который бы я хотел рассказать, это вся моя блогерская деятельность, то есть, всю я блогерскую деятельность веду на данном ноутбуке, тут я монтирую видеоролики, тут я обрабатываю фотографии, опять же, для канала, и тут же я все это монтирую. Сразу скажу, что весь футаж я записываю на камеру Sony ZV-E10, будь то видеозаписи, будь то фотографии. Записываю я в 4K 25 FPS, и после этого все это монтирую я в DaVinci Resolve. И тех мощностей, которыми обладает данный ноутбук, хватает за глаза, чтобы я смог смонтировать свой простенький видеоролик, вставить каких-то переходов, где-то подкрасить видео. Он отлично с этим справляется, и то есть пока что я не столкнулся с тем, чтобы я хотел купить и обновить железо на данном ноутбуке, потому что, опять же, тех возможностей, которые он мне дает, этого за глаза. Нигде ничего не подлагивает, сколько бы я не закидывал в таймлайн видеороликов, с этим он отлично справляется, все это он проглатывает. Рендеринг видео происходит, опять же, достаточно быстро, у меня ни разу не рендерился ни один ролик, дольше где-то 20 минут. То есть 20 минут это максимум, когда я накидал очень много переходов, очень много вставок, опять же, различных фрагментов, вот 20 минут это максимум. Опять же, просто ждем, через 20 минут получаем готовый видеоролик. В этом плане просто сказка. Что касается автономности, опять же, также использую такие мощные программы, как DaVinci Resolve. Ноутбук не садится моментально, то есть им можно спокойно пользоваться достаточно долгое время. Основной разряд батареи происходит именно на моменте рендеринга, и именно на моменте рендеринга можно почувствовать, что он очень сильно начинает нагреваться. Опять же, у MacBook Air нет активного охлаждения, поэтому звуков он не издает. Но на этом моменте можно почувствовать, что ноутбук очень сильно нагрелся, и ему, наверное, в этот момент тяжело. Но, опять же, после того, как рендер проходит, все приходит в норму, и штатное его использование никаких проблем не приносит. То есть, типа, если мы держим его на коленках, нет такого, что мы ошпарим коленки. Нет. Отдельный вопрос, про который бы я хотел сказать, это игры на Mac. С выходом Mac OS Soho у нас появилась возможность запуска игр, которые доступны на Windows, на Mac OS. И возможность-то появилась, но так как мы говорим про процессор M1, а он все-таки не сильно мощный, и графическая составляющая в нем достаточно слабенькая, тем более, мы говорим про MacBook Air, у которого нету даже активного охлаждения, все-таки про вот этот Mac, он не про игры. Я смотрел тесты новеньких процессоров, там M2 Max, M3 Max, и они достаточно мощные, действительно там что-то можно поиграть. Но процессор M1 для этого слабоват, поэтому в целом могу сказать, что experience для видеоигр вообще не тот. У меня на канале даже выходило пару шорцев, где я тестировал производительность World of Warcraft и Resident Evil 7. И единственное, что хорошо, то что Mac это запускает на процессоре M1, да, можно запустить, можно посмотреть, картинка мыльная, FPS маленький, и никто в это играть не будет, поэтому никто серьезно не должен рассматривать Mac на процессорах M1 так точно, как устройство для игр. Да, вы можете что-то запустить. Если это какая-нибудь старенькая игрушка, то опять же через эмуляцию вы можете легко их запустить. Я запускал также героев третьих, и они отлично идут, и почему бы нет, если вам они нравятся, то вы их сможете запустить на Mac. И последнее, наверное, что бы я хотел сказать, это использование данного ноутбука для просмотра видосиков, ютуба, фильмов и так далее. Ну, уже исходя из того, что я уже сказал, вы, наверное, можете сделать вывод, что и с этим он справляется отлично. Опять же, за счет своей автономности можно смотреть спокойно сериал, нам этого хватит на то, чтобы посмотреть, наверное, целый сезон, потому что, опять же, я устаю, и мне надоедает смотреть сериал раньше, чем у меня разрядится данный ноутбук. То есть, я в целом, у меня ситуация, когда данный ноутбук разрядился, я такой, типа, блин, надо пойти его зарядить и прерваться от просмотра фильма, у меня даже таких ситуаций не возникало, потому что, опять же, я устаю раньше, чем этот момент наступает. Миллион вкладок в хроме он держит там отлично, можно смотреть ютуб, 4К, подключать можно его к внешнему монитору, у меня монитор 2К, то есть, я его подключаю к внешнему монитору, смотрю какие-то фильмы там, иногда я таким образом и работаю, и ему абсолютно без разницы, то есть, вот этот переход от разрешения родного к разрешению внешнего устройства, мы не чувствуем какой-то заторможенности, то есть, ноутбук как работал быстро, так и продолжает работать. Как всегда, выводы делайте сами, все на самом деле зависит от размера вашего кошелька. Если вы готовы потратить на ноутбук сумму денег, которой достаточно для покупки вот самого последнего процессора, то, конечно же, спокойно берите. Если же вы метаетесь, думаете, как сэкономить, а стоит ли брать на процессоре M1, могу сказать с уверенностью, что процессор M1 по-прежнему тащит, и для таких вот нужд, о которых я рассказывал в этом видеоролике, он отлично подходит. Если вам нужна рабочая машинка для обучения, для кодинга, для просмотра видео, для какого-то может быть монтажа, редактирования фотографий, то процессор M1 по-прежнему актуален и отлично все вывозит. Но если у вас есть большие деньги, то, конечно же, покупайте более современные модели ноутбуков. Ну, а на этом мой ролик подошел к концу. Если он был тебе полезен, то ставь большой палец вверх, подписывайся на канал, а также буду очень рад, если ты оставишь теплый комментарий. Если у тебя есть какие-то вопросы по использованию данного ноутбука, то задавай их опять же в комментариях, я с удовольствием на все отвечу. Также подписывайся на мои другие социальные сети Boosty, Telegram, Zen и так далее. Все ссылочки ты найдешь в описании под данным видеороликом. Это все очень сильно помогает продвигать мой контент. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.